МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди гостей был и чемпион России Матвей Береснев из Екатеринбурга. Сегодня огромное количество спортсменов, которые будут показывать прекрасную борьбу на нашей современной новой трассе. А болельщики, конечно, технические виды спорта являются одними из зрелищных видов спорта, поэтому они получат истинное наслаждение от того, как будут бороться автомобили. На первом старте переднеприводные авто. Именно этим автомобилям предстояло пройти первое испытание трассы в 30-градусную жару. Повороты не все одинаковые, а все разные. Это дает возможность водителям проявить в лучшем виде свои все качества. Поэтому есть и трамплины, есть и сужение, есть расширение. Крутые повороты, некрутые, сочлененные, простые, длинные. Видите, сколько все в этой трассе присутствует. Трасса очень хорошая. Перечисленные достоинства трассы «Амурская» придают омским соревнованиям ту самую зрелищность, а от водителей требуют высокого мастерства. Тем не менее, в первом же заезде некоторым пилотам помешала большая запыленность. И не справившись с управлением, они сошли с трассы. В итоге машины о мече Даниила Тарана и Александра Харченко были эвакуированы на стоянку. Сами пилоты отделались легкими ушибами. Пилоты все пытаются показать хорошие результаты, набрать очки, чтобы выполнить свои нормативы, норматив мастера спорта, кандидата мастера спорта. Ну и молодые пилоты, горячие, не знающие страха. Вот. Трасса очень опасная, перепад высот, и, соответственно, любая ошибка, она чревата. И что, они там перевернулись? Да, здесь произошло два переворота, но, соответственно, машины уже дальше не смогут принять участие в соревнованиях. С водителями? С водителями все в порядке. Главную причину сходов машин с трассы между гонками пытаются устранить поливальные машины. И все же погода меняла ход соревнований в каждом заезде, превращая лидеров в преследователей. Вот. Нормально. Давай, давай, давай. Участники гона, как водится, очень суеверны и с журналистами перед и между стартами не общаются. Ломая стереотипы, а мяч Андрей Гирш все же поделился с нами своими впечатлениями после одного из заездов, скромно оценив свои намерения на предстоящие испытания. Многое зависит от техники, от трассы. Пыльновато очень сегодня было. Если старт не выиграл, все потом сложно ехать. Силы оцениваем, как обычно. Будем стараться попадать хотя бы на подиум, как минимум. Кстати, мастерство и удача, а может быть и отсутствие предрассудков перед стартами, позволили Андрею Гиршу стать победителем в классе переднеприводных авто. В программе соревнований прошли также заезды на внедорожниках, на так называемой классике и мощных авто с полным приводом. Стоит отметить немалое количество болельщиков и поклонников автоспорта. И если одних притягивает понаблюдать за самими гонками, другим интересно заглянуть вместе с механиками под капот и даже проникнуть в кабину пилота. Великолепно подготовленные, совершенно такие замечательные, великолепные сексуальные комбинезоны. У них бедные, как только им не жарко просто в этих комбинезонах. Великолепные автомобили, даже удалось внутри посидеть, порулить, нажать, видали газ, тормоз. Супер, супер организация. Эмоции, адреналин. Охота ощутить себя на месте пилотов, если честно. Хотелось бы залезть туда в машину к ним, да? Да, конечно. А то, как бы, права все это есть, но по городу так не покатаешься, охота оказаться на трассе, как раз. Понравилось больше всего, когда самые сильные гонялись. Все понравилось. И погода понравилась, и организация понравилась, все, и заезды понравились. Ну, все вообще. То есть вы никогда не болели на автодрассу? Нет, мы никогда не были. Мы здесь первый раз. И будем до конца, и будем видеть победителей. Ну, все хотим увидеть. В следующий раз трасса Амурская ждет сильнейших гонщиков и увлеченных болельщиков в конце сентября, уже на финале чемпионата и Кубка России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова